Уважаемые самарцы, сегодня 14 сентября 2010 года. Я хочу вас вернуть в историю и вспомнить 2006 год, когда Тархов и олигархические структуры, которые тащили его к власти, лили на меня всякую грязь. Они обвиняли меня в незаконных постановлениях, подписанных по выделению земельных участок для строительства жилья. Хотя они сегодня признаны законными, и это было сделано правильно. Потому что более 300 постановлений, которые были подписаны последние полтора года, они дали возможность сегодня держать строительную отрасль живой. То есть дома достраиваются. И те квадратные метры, которые сегодня рапортует городская администрация, это не их заслуга. Это заслуга той команды, которая работала вместе с нами, со мной и с горожанами. Дорогие земляки, если смотреть правде в глаза и провести анализ того, что сделано и что делается сегодня, то можно сделать соответствующие выводы. В 2006 год Самара была городом-лидером. То есть мы всегда входили в тройку, пятерку городов России. По некоторым позициям, в частности по качеству образования, мы отставали только от Москвы, опережая все остальные города Российской Федерации. Это количество золота и серебра, которые получали наши выпускники, наши с вами дети. Это те дети талантливые, которые поступали не только в лучшие вузы страны, но и в престижные зарубежные высшие учебные заведения. Это просвещенная Самара. Если говорить о ремонте жилищно-коммунального хозяйства, то можно сказать, что из 18.368 подъездов мы отремонтировали только за последние несколько лет более 6 тысяч. И на сегодняшний день, если бы мы оставались у власти, то было бы завершено стопроцентная комплексная программа отремонтированных подъездов города Самары. И это нужно было сделать для того, чтобы людям было не так тяжело сегодня справляться с той нагрузкой, которая определяется статьей плата и расходы на содержание жилья. Я напомню, что в 1997 году я снизил кварплату до уровня 40%, и она была самой низкой в Российской Федерации. И уровень самой низкой социальной кварплаты мы держали все время, включая 2006 год. Она была самой низкой среди городов-миллионников областных центров Российской Федерации. Что сегодня происходит? Сегодня происходят совершенно иные процессы. Строительство не ведется новое. Нет проектирования. Нет той плановой работы по выполнению 14 городских программ, которые были заложены нами. Той администрации, мной, человеком, которому мы доверили управлять городом. Вырубаются ценные породы деревьев. На их место размещают и так уже заполнившие весь город бензоколонки, автостоянки, пивнушки и прочая-прочая ненужная сегодня для города структура. Напомню, что в городе Самаре, в отличие от сегодняшнего дня, была программа «Самара – зеленый город». И мы увеличили количество зеленых насаждений с 1997 года по 2006 год крупных деревьев в два раза, многолетних кустарников в четыре раза. Это официальные статистические данные. Город Самара по всем показателям, по основным, был лидером. А сегодня он скатился на последние места в списке городов России. Нас опережают даже такие города, как Ульяновск, Пенза. Я уж не говорю о том, что есть города, которые вообще неизвестны. Но они имеют лучшие показатели, чем город Самара. Достойны ли мы, самарцы, чтобы мы находились вот в таком положении? Я уверен в том, что нет. И это говорят люди, с которыми я встречался в период апреля-июня 2010 года. Что же сделал господин Тархов? Вот помимо вырубленных дубов, деревьев, уничтожения парковых территорий, значит, он занимается теми делами, которые он пытался мне представить в качестве обвинения. Лимасский продает парки. Все парки при мне были или муниципальные, или государственные. И парки были городские, все приведены в порядок. Сегодня вы знаете, что подготовлены и проводятся работы по проведению аукционов для передачи парков, в частности, парк Гагарина, любимое место отдыха жителей, в частные руки. А наша красавица набережная, которая превратилась в единый рынок, ну, примерно, на краин Турции, что я сам посещал и видел это, планирует на 8 октября проведение тоже аукциона, передачи в частные руки на 10 лет. Или олигархам своим, близким, или бандитам. А где та же прокуратура природоохранной? Это, во-первых, место массового отдыха людей, это санитарная зона, это воздух, это красота. Это красота нашего города. Она создавалась нашими отцами. Из года в год добавлялись новые элементы этого прекрасного ансамбля. Мы созидали. Мы построили новую улицу Ленинградскую. Если помните, до этого там был рынок. И сегодня Ленинградская улица, как Самарский Арбат, лучший в Поволжье. И это на века. И те деньги, которые мы выручали от продажи недвижимости, они шли именно туда, для людей. Не для отдельного, конкретного человека, а для населения города. И мне приятно видеть, как вечером там гуляют люди, отдыхают, приезжают, фотографируются. Молода жена туда приезжает. Площадь славы. Храм. Слава и победа Великой Отечественной войны наших отцов и дедов. Сколько построено храмов. Построен новый вокзал. Построены лучшие гостиницы при нашем периоде. Ренессанс. Завершалась строительство Холидей. То есть, это гостиница, которая имеет уровень люкс, бизнес. То есть, это все делалось для того, чтобы Самара как город была привлекательной для инвестиций и для развития производства, экономики. И мы в 2003, 2002 году, в 2005 году получали высшие награды по экономическому развитию нашего города. А сегодня я повторюсь и скажу, что Самара в хвосте. Именно 14 сентября господин Тархов в своем шутовском стиле в каком-то подвальчике бросил перчатку, делая вызов мне. Но придя на теледебаты подсуетился там как-то и убежал. Просто убежал. Далее, уже в этом году, развесив плакаты по городу, то есть, опять меня вызвал там на радиодебаты. Потом мы с ним перешли на теледебаты в этот же день. телекомпанию СКАТ. Но он был бит. Если ты вызываешь, ты должен подготовить какие-то аргументы. Я забрал у него вот эти все папочки, которые у него были в руках. Вот даже по детским садам он там принес. И там рукой он подписался. написано «Продано на аукционе в 2007 году там ряд детских садов». Ну, о чем говорит? В 2007 году кто сидел на кресле главы города? Ну, не я же, господин Тархов. вот это о чем говорит? О том, что человек даже не готовится к таким серьезным мероприятиям. То есть, это его отношение к городу и к нам всем жителям города Самары. Я помню приезд святейшего патриарха, приезд руководителей нашей страны. Вот когда мы показывали нашу красавицу Самары с Волги, то они удивлялись, сколько количества работающих кранов. Это сотни строительных кранов. Это говорило о том, что город живет, город строится. А сегодня что? Вот они отчитываются цифрами, которые задел был сделан нами по строительству. Мы построили помимо того, что я назвал гостиницы ленинградская, ракета, восстановили и собрали 200 подростковых клубов. Крупнейшие торговые центры восстановили все парки. И все парки были муниципальные или государственные. И тоже дворец спорта, он тоже государственный. Мы хотели его реконструировать и сделать. И сегодня там был бы действительно величайший такой дворец спорта, где осталась бы и хоккейная команда и занимались наши дети в кружках. А посмотрите, что сегодня там. Убожище. Обитое сайдингом. И все, больше ничего не сделано. Ничего абсолютно. то есть все направления везде провал. Я уже не говорю о том, что транспорт у нас всегда был доступен социально. Сегодня в два раза дороже проезд на транспорте. Мы ввели дачные маршруты. Для чего? Для того, чтобы сохранить дачи для людей. Для рабочей безымянки. Для всех тех, которые сегодня не имеют возможность себе как олигархи покупать дома за границей. Тянуть деньги из Самары, а жить за границей. И проезд был социально доступный для всех на дачных маршрутах. Сегодня этого нет. Зато господин Тархов хвалится тем, что у него стало больше доходной части бюджета. Куда она тогда уходит? Кварплату вы повышаете баснословными цифрами. Проезд повышаете. Вы хвалитесь, что вы там что-то приобрели, какое-то количество трамваевых автобусов. На наши деньги, которые мы с Водолазовым, бывшим начальником трамваевых трамвейных управлений, выиграли эти деньги, отсудили в Министерстве транспорта Российской Федерации. Вы только на блюдечки забрали эти деньги. Стыдно отчитываться тем, что не сделал сам. И тем не менее количество трамваев стало меньше. Это видно невооруженным взглядом специалистов. Сдойных трамваев практически нет. Катаются одиночки. Даже сбор, по сбору уменьшился. Я разговаривал с кондукторами и с людьми, которые имеют к этому отношение. Руководить транспортным сектором поставили не профессионала, а профессионала выгнали. То же самое сделали вы со многими руководителями муниципальных предприятий. Я уверен, что каждый самарец, вот с кем я встречался, и те, с которыми не удалось встретиться, должны согласиться. То есть это видно невооруженным взглядом. Самара она как бы поблекла, она сегодня задыхается. А господин Тархов выезжает там за границей, катается по всяким, скажем, поездкам ненужным. То есть они ничего не приносят городу. Я за весь период своего управления городом ни разу не выезжал за границу. Не говоря о том, что вообще последние 15 лет я не выезжал даже в частные поездки за границей. Сейчас есть интернет, все можно посмотреть. а кататься когда есть проблемы в городе. Я считаю, что это просто или безответственность, или такое равнодушие городу и к жителям города. И сегодня везде вешать плакаты Виктор победитель, Виктор номер один. Так в чем номер один Виктор Александрович? Вот во всех этих провалах, во всех этих делах, которые вы обещали людям наоборот улучшить, усилить, посадить в каждый подъезд консьержку. Вы сами хоть раз заходили в подъезды в советском промышленном районе? не в свой дом на улице Вилоновской и в другие места, которые вы сами знаете, а именно в обычный дом на рабочей безымянке. Во что вы превратили парк дружбы, площадь Кирова? Я дальше не буду переселять ряд. Поэтому я предлагаю вам я не буду бросать там перчатки какие, а по-мужски предлагаю вам и делаю вам вызов прийти на итоговую встречу 27 сентября в 18.40 на телекомпанию СКАД. И чтобы вы потом не визжали, что там СКАД, любая другая телекомпания, я обзванивал, она не может предоставить время формата 35-40 минут. Только телекомпания СКАД имеет такую возможность. условия какие разговора. Вы сами приходили вот в этом году, не захотели там ведущего, ну пожалуйста, ведущий ушел. Давайте мы с вами вдвоем будем разговаривать. Если хотите, приведите с собой своих помощников. Как мне известно, все замы от вас уволились, кто ушел баллотироваться в депутаты, кто уже перешел на сторону других кандидатов. Кого угодно приводите. Но только подготовьтесь, у вас есть время, практически две недели, для того, чтобы не нести какую-то непонятную речь, а задать мне конкретный вопрос. Что вас интересует? Вот у меня есть вопросы конкретные. Даже вот из тех брошюр, которые готовили ваши помощники, которые оказались у меня в руках там, список детских садов, причем они там все отмечены как муниципальная собственность. Вот с теми пометками, которые сделаны 2007 год, аукцион, я вам все это покажу. То есть это было у вас в руках. Подготовьтесь как следует, Виктор Александрович. И не говорите, что там телекомпания СКАД, то есть все условия. Если бы это было возможно, я мог бы с вами встретиться на площади Куйбышева, на площади Кирова, если бы была такая техническая возможность, чтобы транслировать, чтобы видели все. Не прячьтесь на кабельном телевидении. Вот я узнал, что у вас есть там какой-то канал, там или ТИС, или ГИС, его никто не смотрит. Там по рейтингу что-то или один процент, или пол процента. Выходите на экран, покажите, если вы правы, если у вас есть что сказать, только не отчитывайтесь теми делами и теми цифрами, показательными, положительными, которые сделали моя команда и я как глава города. Виктор Александрович, я жду вас, очень жду. Если вы не придете, значит вы просто покажете свою несостоятельность и жители города увидят, что вы как всегда спрятались. Ну я не могу такие сравнения проводить. Ну обычно кто прячется? Крот, то есть он прячется где-то. Я не с вами говорю о кроте. Вот крот он всегда прячется от света, от людей. Вот сидит и периодически там выскакивает и делает какие-то движения. Тем более время хорошее 27 сентября праздник православный великий. Приходите Виктор Александрович, я буду вас очень ждать. Дорогие самарцы, я желаю вам добра, счастья и обязательно 27 сентября в 18.40 найдите время и посмотрите передачу, нашу передачу, потому что 10 октября вам надо будет делать выбор, кто же будет продолжать или уничтожать город, или действительно с помощью самарцев, патриотов, а таких очень много, восстанавливать и двигаться дальше. И восстановить славу Самары и девиз сильная просвещенная Самара. Всего вам доброго, до скорых встречи. Субтитры Субтитры Город над рекой сели невесною светится огнями ночью до зари. Льются над Самарой песни под гитарой и поют волжанкам парни волгари. Волга на рассвете радостно приветит всех друзей хороших лаской и добром. Ну, а если летом гости к нам приедут мы их с песней встретим в парке городском. Самара, 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 родная моя сторона. Самара, 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 прекрасна на все времена. Самара, 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 любимая сердцу земля. Самара, 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 надежда и гордость моя. В центре всей России город наш красивый в Жигулях привольных это не секрет. С радостью большою трубимся с душой и девчат самарских краши в мире. Солнце на закате и в голубом наряде ярко озаряет вольные края. И всегда со мною летом и зимою милая Самара, родина моя. Самара, 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 родная моя сторона. Самара, Самара, прекрасна на все времена. Самара, 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 любимое сердце и земля. Самара, 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 надежда и гордость моя. Самара, Самара, Самара Любимая сердцу земля Самара, Самара, Самара Надежда и гордость моя Самара, Самара, Самара Родная моя сторона Самара, Самара, Самара Прекрасна на все времена Самара, Самара, Самара Любимая сердцу земля Самара, Самара, Самара Надежда и гордость моя Самара, Самара, Самара Надежда и гордость моя Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok